Знаете, пятый сезон Острых Козырьков я считаю невероятно удачным. Некоторые шоу умудряются скатываться уже на втором сезоне, но Козырьки с 2013 года и по сей день держат планку крепкого забористого и пропитанного тестостероном сериала про бандитскую группировку семьи Шелби. Но многие фанаты не совсем оценили пятый сезон по достоинству, ссылаясь на банальное, что раньше было лучше, сериал ушел в политику, все слишком депрессивно и серьезно. Но по мнению вашего покорного слуги, пятый сезон Острых Козырьков и цепляет именно тем, что он повзрослел вместе с главными героями. Нам показали отличную драму, шикарный визуал, развитие персонажей и, конечно же, незабываемую концовку. В данном ролике я постараюсь вас слегка переубедить, показав вам 10 самых крутых моментов данного сезона. По моему мнению, конечно. Это видео, так сказать, продолжение моего топа крутых моментов Козырьков, в который не попали моменты пятого сезона. Так что желательно посмотрите ролик, который вы видите в подсказках в правом верхнем углу. А мы начинаем. Шелби! Как и в предыдущем ролике, по крутым моментам я буду озвучивать все по порядку. Начну с одной из открывающих сцен пятого сезона. Лошадь Томаса Шелби была больна. Чтобы избавить животное от мучений, ему пришлось застрелить его. Во флэшбеке нам показывают, как все происходило и как Томасу тяжело было это сделать. Сцена продолжилась тем, что Том приставляет пистолет в своей голове. Данная сцена задает тон всему пятому сезону и дает нам понять, что дальше будет мрачно, сурово и драматично. Томас начал терять рассудок, в результате чего у него появились суицидальные наклонности, и в сцене мы видим это впервые. Также смерть лошади является референсом к уже далекому первому сезону, а если быть точнее, к его второму эпизоду, где Тому также пришлось застрелить свою лошадь. Очень сильная сцена, у которой получилось задать тон всему сезону. Это и одна из самых эффектных сцен сезона, и одновременно одна из нелогичных. Обо всем по порядку. Итак, в сюжет ввели еще одну группировку под названием «Парни Билли», которые решили ближе познакомиться с Томасом Шелби, заминировав его поле и прибив к земле крест с посланием в конверте. Нелогичность заключается именно в странном методе передачи послания. Крест к конвертам, то ладно, но вот зачем минировать дорогу к кресту, если на другом конце находится послание, которое очевидно они хотели передать адресату. Это чудо чудесное, что Томас все-таки прошел все поле и не задел ни одной мины. А после прочтения послания идет очень крутая экшн-сцена, в которой Том расстреливает крест и мины. Очень эффектные взрывы, слоу-мо в тему, и, конечно же, звуковое сопровождение, от которого бегут мурашки по коже. Кстати, кто знает название трека, который играет в этом моменте, большая просьба сбросить мне название в инстаграм, ссылка будет в описании. В конце второго эпизода нам впервые показывают парней Билли, под предводительством мерзкой личности по имени Джимми МакКаверн. Каким-то образом парни Билли обнаружили местоположение Аберама Голда и его сына Бонни. В ходе нападения на лагерь Голда, МакКаверн убивает Бонни и вешает его на кресте, как послание Томасу Шелби. Данная сцена показывает, что парни Билли достаточно опасные и жестокие, что они еще одна полноценная угроза империи Шелби. Безумно жаль погибшего Бонни, а от того, как мучается Аберама Голд, который все это видел своими глазами, начинает сжиматься сердце. Сцена вышла очень сильной, напряженной и трогательной, благодаря цветокоррекции, нагнетающему звуковому сопровождению и очень хорошей актерской игре. Бонни! Освальд Мосли. Очень харизматичный персонаж, который, безусловно, принес немного свежести в сериал. Как таковым главным антагонистом его назвать достаточно сложно. Его главное оружие – это отличные ораторские способности, он красиво говорит и добивается нужного эффекта для слушателя. Очень показательно эта способность проявляется в данной сцене на переговорах Майкла, Томаса и Артура вместе с Мосли. Нам показывает, насколько все-таки Освальд непрост, ведь непонятно, откуда он знает абсолютно все про Майкла. Майкл Грей. Вы потеряли деньги кузена в Америке, сваляв дурака. И все про супругу Артура. Мосли ведет себя очень уверенно, нагло, спокойно, и у него более чем получилось добиться нужного эффекта, сказав всю правду Артуру. Артур! И вот оно. За 20 секунд я заставил их перейти на Цыгранский. Узнав от Мосли то, что Линда проводит время с другим мужчиной, Артур зря времени не терял и почти сразу же отправился к нему. В результате этой встречи нас ждет мощная сцена избиения мужика Артуром. Сцена напомнила те давние времена, когда Артур Шелби был диким зверем, физически самым опасным из всей семьи. Также сцена показывает борьбу сердца над разумом у Артура. Весь момент снят одним дублем. Это очень сложно, особенно когда сам момент это не статичный диалог, а движение по комнате с использованием стульев и так далее. Постарались на славу, поэтому постановка выглядит потрясающе. Но было бы ради кого бить морду другому мужику Артур. Было бы ради кого. Что тут у нас внутри? Ах ты мразь! Ух, от этой сцены и после сотого просмотра у меня бегут мурашки по всему телу. Интересные переходы от сюжетных событий сериала до самой постановки балета, шикарная музыкальная тема, актерская игра и освещение. Благодаря всем этим составляющим, все происходящее вне сцены напоминает театральную постановку. Это выглядит очень свежо, потому что подобных завораживающих сцен в сериале до этого времени не было. Трогательное признание в любви Поли Грей от Аберама Голда. Поли Грей, цыганская королева, ты выйдешь замуж за простака, который любит тебя. Диалог к Линдой и Артура. Все это дает неповторимые эмоции. Кстати, уже давно ходят слухи о том, что по мотивам Острых Козыряков будет балет, и если своей атмосферой он будет напоминать эту сцену, то просто возьмите мои деньги, я хочу на это посмотреть. Знаете, мне очень нравился Янгер, он же отец второго ребенка Эйды. Он был одним из немногих положительных персонажей в сериале. Увы, но даже такой положительный герой не застрахован от смерти в Острых Козырьках. Томас Шелби передал Янгеру бумаги, доказывающие связь между Джимми МакКаверном и Мосли, но кто-то заминировал машину Янгера, в результате чего он скончался. Также погиб просто стоящий рядом десятилетний мальчик. Сцена довольно сильная. Она показывает, на что готовы пойти люди ради своей выгоды. Всю эту ситуацию Томас Шелби назвал последствием благих намерений, чувствуя свою вину еще больше. И вот мы плавно подобрались к эпизоду, который я пересмотрел больше всех остальных во всем сериале. Шестой эпизод пятого сезона в принципе можно назвать сплошным крутым и зрелищным моментом, но я выделил из его три. Первый на очереди – это диалог Майкла с Томасом на собрании. Майкл предложил реструктурировать бизнес семьи, в результате чего он станет главным, а Томас Шелби уйдет на покой. В ходе диалога зритель узнает, что с группировкой козыряков, собственно, уже не хотят иметь дела. Во время этого диалога зритель осознает, что настали другие времена, и как раньше уже точно не будет. Методами острых козыряков уже мало чего можно добиться. Я дал тебе возможность, Майкл, а ты меня предал. Катись отсюда. В чем никто точно сомневаться не будет, так это в том, что диалоги в острых козыряках всегда прописаны шикарно. И разговор Томаса с дядей Чарли тому пример. В подавленном состоянии Том навестил своего дядю. По ходу диалога дядя Чарли открывается с другой стороны. Мы понимаем, что мужика жизнь не жалела. Также мы узнаем, что в семье Шелби есть несколько человек, которые покончили жизнь самоубийством. У края этого, собственно, Томаса и находится. И дядя Чарли, в свою очередь, пытается отговорить Тома даже думать об этом. Сцена очень сильная и эмоциональная. К черту семью, Том. Нужно жить дальше. Ты цыган. И должен кочевать, иначе все это нагонит тебя. Как я уже говорил в одном из роликов, концовки сезона в сериале выходят просто великолепными. И раз за разом эта тенденция только набирает обороты. Концовка пятого сезона, по моему мнению, лучший момент за весь сезон. План провалился. Кто-то предал Томаса. И все пошло не так, как нужно. Ролик, в котором я рассказываю, кто в теории мог предать Томаса Шелби, будет в подсказочке. В результате этого фиаско убивают Абераму Голда, покушаются на Артура, убивают снайпера, а Мосли остается в живых. Томас теряет рассудок еще больше, перестает сдерживать эмоции. И последнее, что мы видим, это то, как его зовет к себе Грейс. И то, как он приставляет пистолет к своей голове. Занавес. Происходящее взрывает мозг, и лично я еще долго приходил в себя после такой концовки, ну и пересматривал ее много раз в надежде зацепиться хоть за что-нибудь. Возможно, я нашел его. Непобедимого противника. Мосли? Не знаю. Не имею понятия. Я не вижу смысла. Ну что, избранные, на сегодня все. Ставьте палец вверх, если вам понравилось видео. Пишите в комментарии свои любимые моменты пятого сезона. Подпишись на канал, чтобы не пропускать контент по острым козырекам, а то по статистике меня смотрит очень много людей, которые не подписаны. Давайте это исправим. Когда я вижу активность, меня это мотивирует продолжать в том же духе и регулярно радовать вас. Всем счастливо и всем пока.